Деньги, деньги и деньги Если вы хорошенько подумаете, то согласитесь, что их не купишь. Разве что за деньги вам подсунут эрзац, но отличить подделку от настоящего не составляет труда. Чувства, рожденные эрзацем, имеют короткую жизнь, как бабочка-однодневка, и исчезают, не оставив в памяти следа, если не считать зарубку от досады. Чувства, рожденные истинным счастьем, свободой и покоем, живут и планоносят долго, и память хранит их, как в термосе, свеженькими всю жизнь. Достаточно легчайшего толчка, и вы опять переживаете чувства, рожденные этими состояниями, как будто заслужили их только что. Как обычно понимают счастье. Мучился от жажды, от алкогольного синдрома, от переполнения мочевого пузыря. Удовлетворил желание и счастлив. Купил мебель, о которой долго мечтал. После длительной осады оказался в постели с любимым человеком. Преодолев козни, унижение, невзгоды, защитил диссертацию и счастлив. Выиграл в лотерею, поехал отдыхать на Канарских островах. Врач сказал, это не рак, это рубец от разросшейся соединительной ткани. Перечислять можно без конца. Похожи эти случаи на счастье. Издали вполне. Но если присмотреться вблизи, то все они лишь снятие напряжения. Потому-то и забываются они быстро. Потому-то в памяти о них остается не чувство, а информация. Что отличает эти случаи? Что-то делается, но ничего не меняется. Территория человека остается прежней. На самом деле счастье – это состояние души, овладевшей новой территорией. Следовательно, счастье – это процесс. Разумеется, оно доступно только Созидателям. Повторяем. То, что раб считает счастьем – это умиротворение. Это возможность жить без страха. Следующие минуты, следующего часа, следующего дня. То, что потребитель считает счастьем – это максимальный комфорт. Ощущение себя любимым цветком природы. Созидатель счастлив, когда он действует на пределе своих возможностей. Может ли он переживать то же счастье, что и раб? Конечно. Если энергопотенциал Созидателя истощен, умиротворение для него – как подарок судьбы. Но стоит его энергии чуть-чуть поднакопиться, как он ощутит беспокойство. В нем возникнет напряжение, чувство затянутой пружины. От умиротворения не остаются и следа. Оглядываясь назад, он думает – да что это со мной такое было? Может, я болел? Или что-то с головой случилось? Надеемся, не нужно вас убеждать, что о пережитом счастье вспоминают совсем иначе. Может ли он переживать то же счастье, что и потребитель? Да. И, между прочим, чаще, чем сам потребитель. Потому что счастье потребителя живет до ближайшего дискомфорта. А он рядом. И Созидатель дискомфорта не боится. Поэтому в комфортной среде он совершенно расслаблен. Положительную информацию он получает извне. Но потребительское счастье переживает внутри себя. За счет чего? За счет накопления энергопотенциала. Он переживает то же блаженство, ту же эйфорию, что и беременные, здоровые женщины. Нечто новое зреет в нем. Пребывающий энергопотенциал возвращает ему территорию души. Эрзац чувства овладения новой территорией. И его счастье при этом – радостное предчувствие завтрашнего действия. Как долго Созидатель удовлетворяется этим «счастьем» в кавычках? Пока его ЭПК не придет к норме. Едва это случилось, ближайший же дискомфорт своим уколом будет его. И Созидатель, даже не протерев толком глаза, начинает действовать. Мелкую задачу он решает походя, словно комара прихлопнул. Получил ли он в приз счастья? Нет. Удовлетворение? Пожалуй. Задачу покрупней он может решать долго, изрядно попотев над нею. В финале этого процесса он не может быть счастлив. Он ведь так поистратился, что нечем будет наполнить столь грандиозное чувство. Отсюда вывод. Чтобы вспыхнуло счастье, в творческом процессе должен быть задействован весь наличный потенциал. И в финале энергии должно быть больше, чем в начале действия. Как очевидно из предыдущей фразы, чтобы понять процесс переживания счастья, нужно ответить на три вопроса. Первое. Какое действие берет в работу весь наличный энергопотенциал человека? Второе. Из каких источников поступает энергопотенциал, не только компенсируя затраты, но и обеспечивая энергетическую прибавку? Третье. В каких химкостях аккумулируется избыточный энергопотенциал? Первый вопрос самый простой. Ответ на него вам уже известен, но для тех, кто соображает или вспоминает медленно, напомним. Речь идет о вдохновении. Именно вдохновение забирает человека всего. И только благодаря этому он одним действием справляется с работой, на которую при другом режиме могут уйти месяцы, а то и годы. А результат все равно будет менее убедительным. Почему? Потому что вдохновение гарантирует высочайшее качество, недостижимое никакими ведрами пота. Еще два слова для тех, кто соображает медленно. Наша подсказка вовсе не снимает связь обязанности поразмышлять над этой проблемой. Напротив, непременно займитесь ей. Попытайтесь это почувствовать. Попытайтесь представить этот процесс, когда весь мир и вся ваша жизнь фокусируются в одну точку. И не остается ничего, ни прошлого, ни будущего, ни даже настоящего, ни вас самого, ни даже предмета, с которым вы работаете. Только действие. Весь мир сфокусированный в действии. Если вам удастся это понять, вы уйдете дальше всех быстромыслов. По быстроте, может быть, они в следующий раз вас опередят, но по глубине вы будете для них недостижимы. Второй вопрос сложен необычайно. Ответить на него вам вряд ли по силам. Но если вы не станете читать ответ, а попытаетесь поразмышлять, хотя бы несколько дней, вникая в каждое слово вопроса, а потом сравните свой ответ с нашим, вы сразу поймете, чем для вас сегодня является концепция ЭПК. Либо первое, знанием, либо второе, принципом самопознания, либо третье, инструментом творчества. Теперь ответ. Поскольку переживание счастья – это процесс, причем открытый в бесконечности, питающих его источников энергии должно быть три. Первое – порождающий взрыв. Второе – жатва, сбор плодов. И третье – распределение плодов по закромам. Первое – это вдохновение. Второе – осознание новой территории. Третье – наведение на ней порядка. Взрыв вдохновения происходит от того, что сливаются известное и неизвестное – мы и предмет. Кто взрывается? Стереотип. Его взрывает задача. Через образовавшийся пролом мы сливаемся с предметом и обрабатываем его по своей мерке за счет его энергии. Второй источник энергии начинает работать, когда основное действие уже произошло. Вдохновение закончилось. Через пролом нам открылась новая территория, предела которой мы пока не видим. Вот когда приходит ощущение свободы. Повторяем, истинную свободу мы переживаем только во время вдохновения. Именно переживаем. Прочувствовать ее нам не дано, потому что во время вдохновения между нами и предметом нет дистанции. Мы – одно. А раз нет дистанции – нет и чувства. Огромное количество информации открылось нам. Но в эти мгновения мы даже не пытаемся в ней разобраться. Мы живем чувством свободы, чувством открывшейся новой территории. Эти чувства наполняют нас энергией, распирают нас энергией, и мы счастливы. Свобода – это состояние души, взорвавший стереотип. Значит, свобода – это процесс. Третий источник энергии – это открывшаяся нам новая информация. Когда волна чувств схлынула, это происходит по мере того, как чувства превращались в мысли, которые, как вы понимаете, суть стереотипа. Ими мы помечаем, ограждаем свою новую территорию. А мы получаем возможность осознать новую информацию. А поскольку эту информацию создали мы сами, она обладает для нас колоссальной энергией. Вот откуда третья энергетическая волна. Если поглядеть на этот процесс со стороны, происходит переживание последствий вдохновения. Как бы хвост кометы, ядром которой была полная свобода. Но внутри это переживается как покой. Нам комфортно. Наша энергия уравновешена с нашей территорией. Ломать стереотипы, искать что-то вне – нет потребности. Но для сохранения комфорта нужно куда-то девать энергию новой информации. Самое простое и самое приятное – навести порядок в своем хозяйстве. Эти действия поглотят весь избыток энергии. Значит, комфорт сохранится. И все время, пока длится этот процесс, мы счастливы, переживая покой. Покой – это состояние души, созидающей свою гармонию. Счастье, свобода и покой – это не три отдельных процесса. Это три составляющих одного процесса, который рождается счастьем, формируется в свободу и завершается покоем. Обычно, когда мы говорим об этом, находятся сообразительные слушатели, которые спешат развить наши мысли, либо, как минимум, посеять сомнения. Иначе говоря, пытаются доказать, что это не закон. Они рассуждают так. Если это целостность, то процесс не обязательно должен начинаться со счастья. Почему бы не с покоя, из которого родится счастье, а состояние свободы все завершит? Или почему не со свободы, а потом покой и счастье, как финальная призовая морковка? На первый взгляд, достойное размышление реплика. По сути, сотрясение воздуха, игра в слова. Пожалуйста, поразмышляйте над такой простой штукой. Чтобы задавать вопрос, человек должен заработать это право. Заработать своей душой, трудом своей души. Он должен пережить ситуацию, которая вызывает у него вопрос. Он должен разглядеть в ней задачу, либо проблему. Должен постараться решить ее. И лишь затем, имея за плечами немалый труд души, он получает право спросить. Иначе это будет всего лишь любопытством, досужей погоней за информацией, которая окажется не зерном, упавшим в подготовленную почву, а информационным шумом. Но вопрос задан, он подсказан здравым смыслом. Как же мы на него отвечаем? Самое главное, вы читали нас невнимательно. Внимательный читатель понял, что все три состояния – это последствия. Только последствия. Только результат вдохновения. Первое. Когда решаемая задача или проблема равновелика вашей душе, и потому для своего решения требует вас всего. Причем к вам предъявляются жесточайшие требования. Второе. Ваша ЭПК должна быть гармонична. А третье. Энергопотенциал оптимален. Если же состояние покоя или свободы, или счастья возникают сами по себе и в произвольном порядке, это всего лишь эрзация. Покой, как продукт медитации или дремотного расслабления после захода в баньку. Свобода, как реакция на алкогольное или наркотическое воздействие. Либо еще проще. Никому не нужен, все есть, а завтра только от меня зависит. Счастье, как ощущение прощей изнутри силы, беспричинная эйфория, как прекрасен этот мир, который рождаются, напоминаем, в результате снятия напряжения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова